Цветок, о котором сегодня пойдет речь, восхищает многих цветоводов и любителей декоративных растений. Его полюбили за красивый вид, неприхотливость, обильное и долгое цветение, которое длится до самых стойких морозов. Эта несложная в уходе культура отлично подойдет как опытным, так и начинающим садоводам, а ее изумительной красоты цветы с легкостью преобразят любое место в саду. Называется гадеция. Этот цветок без преувеличений можно смело назвать настоящим украшением сада. Гадецию часто сравнивают с цветением азалий или китайской розы. А все благодаря ее красивейшим шелковистым лепесткам, чашевидной форме и яркой краске довольно крупных цветов. Гадеция не только неприхотливое, но и универсальное растение. Она подойдет для выращивания в открытом грунте, на клумбах и в контейнерах. Ее кустики легко украсят любую зону в саду, террасу или балкон. Из пышной и обильно цветущей гадеции получаются роскошные яркие бордюры. Ее посадки особенно красиво смотрятся группами и в своем массовом цветении. Всего из одной упаковки семян можно вырастить целую поляну ярких цветов, которые будут радовать вас до прихода морозов, то есть по октябрь. Если перед вами стоит задача, как украсить свой сад на весь сезон, обратите внимание на гадецию. Многие, кто уже выращивал эти цветы, высаживают их ежегодно. Это и не удивительно, ведь такую долгоиграющую неприхотливую красоту среди садовых культур надо еще поискать. Поделитесь и вы своим мнением об этом растении в комментариях. У гадеции есть очень много достоинств. Например, на каждом ее побеге раскрывается сразу несколько цветов. И это при том, что их диаметр может составлять до 10 сантиметров. В результате одна ветка похожа на настоящий букет из ярких цветков, схожих на яркие азалии. Кустики гадеции хорошо ветвятся и дают много боковых побегов. Такие растения способны украсить не только территорию сада, но и ваш интерьер. В срезанном виде в воде они сохраняют свою свежесть до 2,5-3 недель. Из высокорослых сортов гадеции получаются роскошные букеты. Гадеция станет отлично расти как на солнечных участках, так и в небольшом притенении. В легкой полутени ее цветы имеют более насыщенную окраску и там они дольше цветут. Среди гадеции много невероятно красивых видов и сортов. Есть растения с простыми и махровыми цветами. Кустики вырастают в высоту от 20 до 60 сантиметров. Более высокие сорта можно высадить по центру клумбы, а низкие – на переднем плане цветников или в качестве цветочного бордюра. Окраска цветов самая разная. Есть даже многоцветные сорта. Очень красивые азалиевидные гибриды и махровые гадеции. Из наиболее популярных можно назвать компактный сорт Сибил Шервуд с высотой до 40 сантиметров. Среднерослый Оранж Рум. Низкорослую гадеции Фойер Кенниг. Красивейший махровый сорт Рембрандт. Эффектную гадецию с атласно-белыми цветами. Вайсер Шван и другие. На сегодняшний день найти эти растения не составит труда, особенно тем, у кого есть интернет. Кустики хорошо формируются и разрастаются. Зацветает гадеция в зависимости от сроков посева семян. Многие садоводы высевают их прямиком в открытый грунт. В садах с мягким климатом гадецию можно сеять под зиму. Но если вы хотите увидеть пораньше ее цветение, посейте гадецию на рассаду в марте-начале апреля. Цветы обычно появляются к июлю и продолжают раскрываться до самых морозов. Перед посевом семена лучше замочить примерно на полчаса в светло-розовом растворе марганцовки. Когда появится несколько настоящих листочков, всходы пикируют в отдельной емкости. Высадку в открытый грунт проводят в мае, стараясь не нарушить цельность земляного кома. При высадке рассады в открытый грунт выдерживаете расстояние между кустиками не менее 25 см. У яркой красавицы гадеции сложно найти недостатки, но слабые стороны у нее тоже есть. Например, некоторым не нравится то, что ее приходится выращивать как однолетнюю, высевая семена каждый год. Хотя вырастить ее не составит труда и с ее посевами справятся даже начинающие садоводы. В постоянно переувлажненном грунте гадеция может заболеть грибковыми инфекциями. В тени и на влажных участках эти цветы не стоит сажать. Если у вас тяжелая земля, перед посадкой внесите под перекупку речной песок. Гадеция хорошо выносит даже резкие перепады температуры и выдерживает кратковременные заморозки до минус 5 градусов. Ее цветочки станут раскрываться до самых стойких осенних холодов. Для обильного цветения растения лучше кормить примерно один раз в 3-4 недели. Если вы посадите кустики на солнечном месте, их придется своевременно поливать. Такие цветы будут уместны везде. Из гадеции получаются самые яркие и обильно цветущие композиции. Ее можно высаживать в рабатках и совместных цветниках. Она очень гармонично смотрится с другими декоративными растениями и цветами. Гадеция отлично подходит для красочных моноклумб и цветочных бордюров. Ее также высаживают в уличные катки и фазоны. Кстати, гадеция способна иногда давать свой самосев. Такое чаще встречается в садах с мягким климатом. Вы также можете собрать свои семена при посевах на следующий сезон. Они сохраняют свою всхожесть до 3-4 лет. Попробуйте вырастить эти цветы и они подарят вам море радости и красоты до самой глубокой осени. Гадеция – это яркий праздник и позитивные эмоции на весь сезон. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok